Добрый день, уважаемые председатели Поможет пациенту или не поможет, они хотят знать, как долго надо будет лечиться И у нас всегда стоит вопрос, как оценивать эффект лечения Мы раньше много останавливались на вопросе, как оценивать ли человек больного Поэтому я хотел бы остановиться сейчас на вопросе, как оценивать в целом эффективность терапии Итак, вопрос длительности лечения иммунотерапевтических средств В исследованиях длительность лечения была принудительно ограничена двумя годами Если мы возьмем инструкцию для применения лекарственного средства, то длительность лечения не ограничена То есть мы можем лечить и больше двух лет И отсюда встают два вопроса, а нужно ли нам лечить больше двух лет Или мы можем лечить меньше двух лет, потому что мы достигаем длительных эффектов Как решались эти вопросы? Ну, было единственное исследование, Checkmate 153, которое пыталось решить этот вопрос у больных раком легкого И в 2017 году его результаты были доложены В нем пациенты, получавшие вторую линию иммунотерапии для немелкоклеточного рака легкого Рандомизировались на две группы Одни после одного года лечения при отсутствии прогрессирования прекращали лечение Другие продолжали лечение до двух лет И это исследование показало, что были различия существенные во времени до прогрессирования Но различий в общей выживаемости не было Что интересно, что исследование продолжалось, были опубликованы еще материалы в 2019 году Но дальнейшая оценка общей выживаемости, то есть через два года после этой презентации, она уже не проводилась Что дает нам основание думать о том, что на самом деле различия были не столь значимы в дальнейшем Другой анализ, который был опубликован буквально недавно В 2019 году включал большое количество пациентов с немелкоклеточным раком легкого Которым проводилась вторая линия иммунотерапии И авторы проанализировали больше 5000 пациентов, которые не получали вторую линию иммунотерапии Или получали в зависимости от того, какой был перерыв Более шести недель или после дополнительной линии химиотерапии И оценивали их общую выживаемость Что оказалось в этом исследовании? Что при любом варианте повторной иммунотерапии Либо просто возобновлении лечения после более чем шестинедельного перерыва Либо после дополнительной линии химиотерапии То есть прогрессирование на первой линии иммунотерапии Фактически вторая линия химиотерапии Потом еще иммунотерапия Эффект зависел от того, какая была длительность лечения в первой линии терапии И в принципе у пациентов, у которых длительность лечения была более шести месяцев То есть которые не прогрессировали более шести месяцев У них были получены наилучшие результаты, медиана не достигнута Если мы посмотрим на результаты более одной линии терапии То мы видим, что у пациентов, которые получали от трех до шести месяцев иммунотерапию У них тоже эффект был не достигнут Что имеет очень большое значение И мы можем рассуждать о том, что вероятно раннее достижение эффекта Имеет наибольшую значимость для судьбы пациента Другое лечение, которое было направлено на этот же вопрос Мы все знаем, что комбинированная иммунотерапия при меланомии Неволюмаб плюс эпилюмаб Четыре цикла дают наилучшие эффекты лечения Авторы задались вопросом и представили свои результаты на АСКО в этом году Буквально месяц назад Можно ли ограничиться двумя циклами терапии Или нам обязательно надо провести четыре цикла терапии И для этого пациентов уже обследовали на шестой неделе То есть в два раза раньше, чем мы обычно советуем при иммунотерапии Оценивали эффект лечения Если было увеличение размера опухоли более чем на 4% Проводили еще два цикла неволюмаба с эпилюмабом Если же такого не было, переходили сразу на поддерживающий режим Что исследование показало? Что, во-первых, у 68% пациентов был достигнут регресс опухоли То есть это большое количество пациентов Во-вторых, два дополнительных цикла в принципе ничего не дало тем 32% пациентов, которые их получили Не было ни дополнительных эффектов, ни объективного ответа То есть это изначально отсутствие раннего эффекта Было таким динамическим маркером негативного эффекта и в дальнейшем Более того, в этом же исследовании был оценен иммунологический эффект Оказалось, что уже после первого введения достигается максимальный иммунологический эффект Который в дальнейшем уже не нарастал Это исследование также поддерживает идею о том, что мы можем проводить малую по длительности иммунотерапию Другие результаты исследования уже в монотерапии Здесь исследование проводилось у больных меланомой Мы видим, что у пациентов, которые остановили лечение после максимального ответа Если вы обратите внимание на длительность ответа То мы видим, что кто-то остановился после 6 месяцев Кто-то после 12 месяцев И лишь немногие дошли до 24 месяцев эффекта У всех длительность эффекта достаточно высока была Та же самая история, но только с более ранним прекращением Это прекращение по поводу токсичности По поводу нежелательных явлений 3-4 степени Мы видим длительно продолжающиеся эффекты В том числе эффекты после первичного прогрессирования процесса И завершение лечения из-за прогрессирования Гораздо более короткие результаты Но тем не менее, все равно длительный срок пациента живут без лечения Но уже с другой терапией Другая локализация, рак почки Сегодня про него уже много говорили И показывали это исследование Чикмель-214, где пациенты получали неволюмап или пимелиумумап В первой линии терапии рака почки В сравнении с сунетинипом Мы видим, что прекращение лечения по поводу нежелательных явлений Практически никак не влияло на общую выживаемость Чуть лучше показатели были Но статистической значимости они не достигали у пациентов У которых лечение было прекращено по поводу нежелательных явлений Таким образом, прекращение лечения вроде как выглядит безопасно Если мы посмотрим на пациентов Здесь пациентам было разрешено лечение более двух лет Посмотрите, разница в длительности ответа у пациентов Верхняя треть слайда, которые продолжали лечение У пациентов, которые завершили лечение до середины слайда У них практически одинаковая длительность ответа Встает вопрос, а нужна ли нам такая длительность ответа Такое длительное лечение Можем ли мы прекратить лечение раньше Обратная сторона лечения Это нежелательные явления Безусловно, мы привыкли к тому, что частота нежелательных явлений Во времени, она максимально на первых трех Ну, шести месяцах лечения Потом она уменьшается Но она уменьшается не до нуля Это результат исследований Чикмейт-25 Это тоже рак почки Больные получали неволюмав во второй линии лечения Мы видим, что частота нежелательных явлений Примерно 5-6% Это все степени нежелательных явлений Но, тем не менее, это такие проблемы, как кожная токсичность Как эндокринопатия Они остаются стабильными на протяжении 5 лет терапии И их риск не уменьшается со временем Большой анализ был проведен в исследовании Мелбейс Которая была сфокусирована на поздних нежелательных явлениях У пациентов, которые получали лечение Иммунотерапию по поводу меланомы Более чем в течение С длительностью лечения более двух лет Что оказалось? Что у 87 пациентов Пациентов, которые получали терапию более двух лет Ранее наблюдались нежелательные явления А у 43% после двух лет Встречались различные нежелательные явления Преимущественно первой и второй степени И эта частота увеличивалась при продолжении терапии То есть чем дольше мы лечим Тем выше риск развития в принципе нежелательного явления Что касается оценки эффекта Другой важный аспект Как мы оцениваем Какой препарат лучше, какой хуже Фактически Чем дольше мы лечим Пациент все-таки Получает какой-то Нискомфорт Для того, что ему надо приходить лечиться Для того, что ему надо применять лечение Есть такой феномен, как усталость от лечения И это очень большая проблема В частности на дюванной терапии Когда пациенты видят, что ничего не происходит Они вроде бы как вылечены Но они вынуждены приезжать и лечиться И получать нежелательные явления в том числе И вот мы на сегодняшний день Пользуемся несколькими маркерами Эффективности лечения Это время до прогрессирования Фактически оно часто равно времени до лечения Или времени до последующего лечения Которое назначается по поводу прогрессирования Это общая выживаемость, которая считается до смерти Но не менее важным с точки зрения лечения Является время без лечения Потому что это то время, когда пациент не лечится И заболевание не прогрессирует Фактически они живут без болезней И без нежелательных явлений Это то время, которое мы хотим увеличить Потому что именно оно будет говорить о том Что пациент в принципе вылечен Здесь представлены результаты Чекмейт 214 Лечения при раке У больных раком почки мы видим, что на терапии Ипилимумабом и неволюмабом У нас достаточно большая зона времени без лечения То есть пациенты завершают лечение И живут долго Подобный же анализ, проведенный для меланомы Показывает, что комбинированная иммунотерапия Обеспечивает наибольшую длительность без лечения То есть для пациентов не требуется другого лечения Потому что ответы длятся долго И пациента не требуется посещать врача Не требуется лечить нежелательные явления Потому что эффект достигается быстро И держится долго И действительно для комбинированной иммунотерапии Но и лучший показатель Потому что медианная длительность без лечения Составила 15,4 месяца Так как для других препаратов Это в общем-то около двух месяцев Что еще интересного Дает нам оценка дополнительной такой контрольной точки Мы все знаем, что в исследовании Чикмей-214 Оказалось, что у пациентов За благоприятным прогнозом Нет разницы по показателям Время для прогрессирования Общая выживаемость В группе комбинированной иммунотерапии И группе сунетиниба Однако, если мы посмотрим на время для лечения То группа сунетиниба существенно проигрывает То есть пациенты вынуждены продолжать лечение сунетинибом Для того, чтобы достичь такого же эффекта Как терапия эпилюмаба-невлюмаба Который мы можем завершить И эффект будет продолжаться Это важный с точки зрения экономического аспекта момента Что еще нам говорит о важности быстрого ответа Здесь вот у пациентов больных раком легкого Провели анализ самого ответа В течение первых шести месяцев лечения Как он повлияет на дальнейшую судьбу пациентов И оказалось, что первые шесть месяцев лечения Наиболее важны Потому что если к этому моменту пациент Уже достиг полного или частичного ответа Он будет жить очень долго Если у пациента есть стабилизация То у него достаточно высокий риск прогрессирования Если у пациента к этому моменту уже развелось прогрессирование То его выживаемость не очень хороша И если сравнивать с химиотерапией То для химиотерапии такой значимости ответа нет То есть даже пациенту, которые достигли полного и частичного регресса На химиотерапии, они этот эффект теряют Для иммунотерапии это достижение максимально быстрого Максимально быстрого достижения максимально полного ответа Это такой креугольный камень Как влияет глубина ответа при других заболеваниях? Здесь мы можем посмотреть на терапию больных раком почки И увидим, что, например, при сунитенибе Высокая выживаемость достигалась только при достижении полного регресса Мы знаем, что таких пациентов достаточно мало при раке почки Если же мы говорим про иммунотерапию То и менее глубокий ответ То есть частичный регресс Третья квартира ответа имеет достаточно хорошее прогностическое значение То есть, в принципе, достижение Мы хотим достичь максимально быстро именно объективного ответа При иммунотерапии Важный вопрос, который сегодня поднимался в одивантной терапии Что мы делаем одивантную терапию для того, чтобы пациентов вылечить Но когда мы можем считать, что мы вылечили пациентов? Был проведен анализ, который здесь представлен на слайде Которые сравнивали риски прогрессирования в течение времени Они меняются максимально, как мы знаем, они в начале лечения С рисками прогрессирования в соответствующей популяции по возрасту и полу И, как оказалось, для одивантной терапии невлюмабом Риски уравниваются с общей популяцией после трёх лет наблюдения То есть, фактически, если пациент не запрогрессировал в течение трёх лет Мы можем сказать, что вероятность смерти у него выровнялась По сравнению с общей популяцией То есть, фактически, мы вылечили пациента И встаёт вопрос, а надо ли нам дальше наблюдать этих пациентов Или переводить уже в общий режим наблюдения То есть, фактически, в режим скрининга С другой стороны, если мы посмотрим на исследования с эпилемумабом То у них такой же эффект достигается только после 7 лет наблюдения Таким образом, мы можем получить ещё дополнительную конечную точку Для оценки эффективности То есть, как быстро мы достигаем снижения риска Достаточно для того, чтобы сказать, что риск выровнялся с популяционным Безусловно, у нас на сегодняшний день Очень большое количество различных новых опций лечения Которые не все сопоставимы между собой Невозможно сделать такое количество рандомизированных исследований И ответить на большое количество вопросов Но, тем не менее, часть из этих ответов Могут быть получены путём сетевого метаанализа Который сейчас распространяется И вот один из этих метаанализов Я хотел бы представить тоже Который в этом метаанализе изучался Относительный риск прогрессирования и смерти у пациентов Получавших комбинированную иммунотерапию По сравнению с другими опциями лечения у больных меланомой кожи Что оказывается? Что относительный риск во времени Это не единая величина Если мы посмотрим на данный график За первые 6 месяцев относительный риск прогрессирования Превышает единицу для большинства из изученных параметров Но это статистически незначимые результаты Однако после 6 месяцев наблюдения Уже на 12 месяцах наблюдения Комбинированная иммунотерапия начинает выигрывать Отсюда встает вопрос По каким срокам мы можем делать выводы И как нам относиться к результатам Различных статических показателей выживаемости Какая выживаемость лучше Однолетняя, двухлетняя, трехлетняя или пятилетняя Надо ли ждать этих сроков Потому что в принципе Все так же ситуация выравнивается В разное время С другой стороны Получается, что у нас есть 2 популяции пациентов Одна популяция, у которых высок риск прогрессирования В течение первого года Для них вывод по правильному лечению Не может быть сделан, исходя из этих графиков К сожалению, мы не знаем, кто эти люди Безусловно, нам нужны прогностические, предиктивные маркеры Которые помогут нам ответить На какой риск у этого пациента лучше ориентироваться Возможно, они будут разработаны в ближайшее время Тем не менее, при анализе эффективности И сопоставлении результатов лечения Нам в обязательном порядке Надо оценивать несколько показателей И это сложный момент Что выбрать Какую из этих цифр выбрать Для того, чтобы принимать решение Лечить или не лечить Что касается времени до прогрессирования То видим другую, но опять-таки Несколько отличающуюся ситуацию И здесь уже Есть преимущества Например, эпилиумаба и невлюмаба В этом анализе по сравнению с монотерапией Невлюмабом Оказывается, что На первых шести месяцах лечения Комбинированная монотерапия Очевидно Обладает очевидными преимуществами Тогда, как потом Ситуация выравнивается Опять-таки, мы говорим здесь о том Что есть разные популяции пациентов Которые нам надо научиться Распознавать для того, чтобы принимать Оптимальное решение Итак, в заключение Хотелось бы сказать, что На сегодняшний день Оптимальная длительность применения монотерапии Остается, к сожалению, неизвестной И нам приходится Ориентироваться в том числе На свои представления О течении заболевания Конкретного больного Для того, чтобы Определять этот параметр Нам требуется Проводить расширенный анализ Параметров эффективности Которые учитывают разные аспекты риска и пользы И, наверное, в некоторых ситуациях Этот анализ будет давать нам Разные ответы На вопрос, какое лечение Лучше или хуже Тому или иному пациенту Безусловно, в помощь нам будут Надежные биомаркеры Для персонализации Длительности лечения И эффективности лечения Однако, к сожалению Проблема с валидацией биомаркеров Остается на сегодняшний день Большой и нерешенной И определение длительности Активного наблюдения Возможно на основании Оценки рисков прогрессирования Я думаю, что этот подход Можно довольно-таки широко использовать В том числе при разработке Клинических рекомендаций Спасибо за внимание Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!